Всем привет! С вами снова Шут Пестряк. Совсем недавно вышла первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак». Я её, конечно, посмотрел и сделал простой вывод. Сезон очень ровно попал в мои ожидания. Он довольно слабо отличается от второго, он повторяет как все успехи, так и все ошибки франшизы. И в этом видео я расскажу, что пошло не так с экранизацией «Ведьмака» с самого начала. В конце видео добавлю пару слов про третий сезон и моё отношение к сериалу. Как и другие большие фэнтези-проекты последних лет, «Ведьмак» от Netflix стал очередной попыткой повторить успех «Игры престолов». Есть взлетевший жанр фэнтези-сериала, есть уже готовая серия книг с готовой фанбазой, впрочем, скорее фанбазой серии игр, но это уже другой разговор. Есть стриминговый сервис, который, как и любой большой магазин, хочет поставить копию популярного продукта себе на полку. Netflix выделил неплохой бюджет на первый сезон и нанял шоураннера – Лоурен Хисрич. У неё не было никакого опыта в фэнтези-проектах, и, что не менее важно, она не хотела быть шоураннером «Ведьмака». Ей уговорила дама из менеджмента Netflix, сказав ей, «Снимай историю, которую ты хочешь рассказать нам, не думая о фанатах». Ей в помощь наняли команду, которая не была знакома ни с книгами, ни с играми. Да ещё и получила в своё распоряжение всего два с половиной месяца на препродакшн. Стоит отметить, что Хисрич не любит микроменеджмент и нанимает талантливых людей, чтобы они могли работать самостоятельно. Это привело к тому, что все они действительно работали самостоятельно, и никто не знал, что они делают. Каждый просто делал, что хотел, потому что у них не было чётко оформленных задач. Давайте я добавлю несколько примеров для наглядности. Что у нас может быть самым наглядным в сериале? Дизайн. Дизайнеры были недовольны, потому что им не давали внятных заданий, и им не было сказано, для каких персонажей нужно создавать костюмы. К тому же Хисрич не хотела стандартных доспехов какой-то страны или эпохи. Она хотела, чтобы костюмы были уникальными. Дизайнеры обычно делают несколько концептов, которые затем проходят через шоураннера. Так что за все прекрасные решения нужно винить именно Хисрич, включая самый бросающийся в глаза пример — нильфгарскую броню. Это было исключительно её решение. Хисрич не хотела средневековых доспехов, не хотела восточного стиля, не хотела брони в стиле Ренессанса. Она хотела, цитирую, что-то такое, чего никто ещё не видит. Дизайнеры, надо сказать, справились со своей задачей. Таких доспехов никто ещё не видел. И лучше бы никогда не увидел. Дальше больше. Костюмы начали шить раньше, чем завершился кастинг, поэтому эти самые костюмы приходилось с разной степени удачи подгонять подносивших их людей. Генри Кавилл, к примеру, даже не мог поднять руки в костюме с первого сезона. Наконец, интересный факт. Серое платье Йеннифер весило целых 25 килограммов. И после съёмок у Ани Чалоттера усилились проблемы со спиной. Также проблемы были с макияжем и прическами. Всё приходилось делать наспех, методом проб и ошибок, так как съёмки уже шли. Женщина, которая делала парики, каждый день носила домой парикавила, чтобы успеть его доработать перед следующим съёмочным днём. С VFX-командой тоже были трудности, потому что сеты строились без их участия, и в итоге им приходилось переделать всё заново. Но денег и времени уже не хватало, именно поэтому вместо Виллентреттенмерта мы увидели какую-то голодную курицу-гриль. Более-менее нормально было только в комнате сценаристов, где работали люди, уже знавшие друг друга по другим проектам. Однако почти никто из них ничего не знал о мире Ведьмака. За два с половиной месяца им пришлось написать сценарий адаптации, поэтому лор мира был не очень-то хорошо продуман. К слову, Хисрич написала сценарий пилотного эпизода, всего-навсего за четыре дня. Ей помогала только одна ассистентка, которая раньше никогда не писала сценарий. Напомню, что сама Хисрич до этого проекта не занималась фэнтези. В команде был поляк Багинский, который консультировал всех по лору и сюжету. Он работал в трейлерах к играм и был в команде, которая делала фильм по мечу предназначения. Однако этот фильм в итоге так и не был снят. Зато был снят сериал, сделанный за два с половиной месяца. Команда Ведьмака упоминала Багинского исследования канона почти в каждом интервью, но сам он в процессе производства был быстро задвинут на задний план. Основная причина, по которой его держали в команде, это тот простой факт, что он знал лор, и ему можно было задавать соответствующие вопросы. Это освобождало команду от необходимости читать книги самостоятельно. Лоурен Хисрич пропустила меч предназначения и начала читать Кровь Элю. Понимаете, да? Она не смогла загуглить по ряда книг. Был там забавный диалог в одном из интервью, где Хисрич сказала, что Лютик думает, мол, Геральт — его лучший друг, но у Геральта свои мысли на этот счет, а Багинский не согласился с ней, утверждая, что в глубине души Геральт считает так же, как и Лютик. К слову о нашем Геральте. Если вы думаете, что вся команда была собрана из случайных людей, но вот Генри Кавилл блистал в ней своей эрудированностью, глубоким знанием лора, и вообще он был тем самым солнцем, освещающим съемочную площадку, то вы глубоко ошибаетесь на его счет. Кавилл и его знания о Геральте, подчеркнутые из игры «Ведьмак 3», были большой проблемой. Сценаристы планировали постепенно развивать персонажа Геральта от условного бревна к чем-то более эмпатичному и чувствительному, чтобы показать его развитие как персонажа. Хотя в книгах и играх Геральт уже прошел все эти этапы, и зрители из числа фанатов помнят его уже таким, каким он был ближе к финалу. Но все равно предположим, что такая концепция могла бы сработать в экранизации. Однако Кавилл на момент начала съемок не читал книги, только прошел третьего «Ведьмака» без DLC. Он тогда думал, что книги написаны на основе сюжета игры. Когда ему дали сценарий, он поотказывался играть то, что было в нем написано. Он активно дубль за дублем косплеил Геральта из игры, в то время как сценаристы старательно продвигали свое представление о сюжетной линии. Это привело к тому, что сценаристы и Кавилл делали одновременно чуть ли не противоположные вещи. Поэтому Геральт, сыгранный Кавиллом, получился деревянным и неправдоподобным. Он играл не книжного Геральта, он косплеил игрового. Кроме того, в одном из интервью Кавилл сравнил «Ведьмаков» с комбинацией Бэтмена и Супермена, и у него было представление, что сериал должен был стать чем-то вроде экшен-боевика с монстрами. Тут можно добавить, что Фрея Аллан, игравшая Цири, изначально должна была сыграть другую роль, но ее случайно костанули на роль Цири. Команда не учла, что 12-летний ребенок не может сниматься ночью, из-за законов о детской работе, поэтому пришлось резко Цири взрослеть. Такое наплевательское отношение к продукту было везде. В первом сезоне не было консультанта по постельным сценам. Это, мягко говоря, повлияло на отношение к сериалу актеров. У многих членов команды возникли проблемы со здоровьем. А Челутры со спиной за платье, о чем я уже говорил, у Кавилла были проблемы со зрением в линзах, и ему не дали возможность нормально восстановиться после одной из травм. Кроме того, они снимали в условиях пандемии, и многие члены команды болели. Часто люди уходили из команды, потому что не понимали, что они вообще там делают и зачем. Бюджет расходовался хаотично и бездарно, поэтому результат выглядит так, как выглядит. Почему так произошло? Потому что Netflix хотел, чтобы сериал был у них в стриминге как можно раньше. И они же дали зеленый свет такому сырому продукту. Он им понравился, потому что они получили именно то, чего они хотели. Конечно, даже такое ужасное начало можно переиграть, и проект не проклят. В конце концов, мой рассказ касается только первого сезона, и наверняка ко второму, и уж тем более к третьему, все можно было исправить. И отчасти это правда. Уже ставшие отдельным мемом доспехи Ленгарда поменяли на какие-то вменяемые. В сериале после странной новой сюжетной линии с потерей магии Йеннифера во втором сезоне вернулись к более близким к книге момента, вплоть до экранизации отдельной главы про королевского гонца или встречи цыря с незнакомыми учительницами возле Аритуза. Но что точно не изменилось, так это отношение Netflix к сериалу. Это как был проект не для зрителя, а для них самих, так и остался. Никого не волнует Лор Сапковского. Это не CD Projekt Red с их трепетным отношением к местному автору и его культовому в Польше произведению. Для Netflix это важный продукт, но не в том смысле, в котором мы это понимаем. Они не рассматривают его как сериал, который привлечет аудиторию или который сделает стриминговую платформу популярнее. Этот проект с их политической слэш-социальной программой, который должен ее показывать в нише фэнтези-сериалов. Именно поэтому никто не пытается делать вид, что чародейки, которые вообще-то по лору могут выбрать себе любую внешность, на самом деле выбрали бы себе такую. Никто не пытается делать вид, что Лютик канонично мутил с Родовидом. Это не для вас снято, дорогие зрители. Это снято для директоров Netflix. Им нравится, а вас никто и не спрашивает. Именно поэтому я не считаю, что стоит целенаправленно устраивать ревью всего сезона. Ну, допустим, мне понравился Эмгир. Актер хорошо играет, мне даже очень импонирует его показная мягкость, зная, кто он на самом деле. Мне понравилась импровизация диалога между Йеннифер, Геральтом, устами Лютика и Цири. В то же время в сериале остались тоже дурацкое преображение к расстояниям, где каждый раз зритель не чувствует, сколько времени прошло в пути, как будто телепортируются вообще все. Иногда кажется, что все события происходят на клочке земли 5 на 5 километров. А про кривой Сиджай только ленивый не вставил свои 5 копеек. И по большому счету вы же и так все это видите. Это совсем не то произведение, которое нуждается в каком-то сколько бы то ни было глубоком анализе. Главный вывод, который можно сделать о Ведьмаке, это не вывод о Ведьмаке. Это вывод о людях, которые его смотрят. Тем более о людях, которые платят за это деньги. Если вам нравится вселенная, поиграйте в игру. Если вам не нравится играть в игру, пройдите ее на Ютубе с любимым летсплеером. Сериал, скорее всего, просто не стоит вашего времени. И уж тем более не стоит вашего времени его обзоры, анализ и так далее. Он не станет лучше. Он будет таким же до самого конца. Такими же будут все его планируемые спин-оффы, приквелы и так далее. Эта франшиза — дорогая реклама политических взглядов совета директоров Нетфликса в оболочке вселенных Ведьмака. Конечно, это не умаляет некоторых успехов сериала. Это не делает каждого причастного к проекту человека хитрым, злобным манипулятором. Актеры просто выполняют свою работу. Где-то лучше, где-то хуже. Сценаристы просто переносят историю на экран. Где-то слишком дословно, где-то добавляют в себя не такую же плохую импровизацию. Костюмеры просто покупают костюмы в H&M, декораторы просто строят замки из ПВХ. Они все вовсе не ужасные люди. Я не осуждаю каждого зрителя сериала. В конце концов, каждый имеет право совершать ошибку. Кто-то хочет провести свой хейт-вотч. Кто-то хочет посмотреть экранизацию любимой книги во что бы то ни стало. А кто-то хвалит сериал, потому что искренне разделяет взгляды верхушки Нетфликса и старается донести их до как можно большего числа людей. Будьте осторожны, берегите себя и свою психику. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Шут. Пока.